Республиканский фестиваль Гастрофест в этот раз вдохновился зарубежной кухней. С 18 апреля по 5 мая гости и жители столицы могут попробовать блюда разных стран мира. Креативный сет по фиксированной стоимости в 47 рублей подготовили 20 заведений города Минска. Ну что, давайте узнаем, чем нас удивят в этот раз. Сегодня мы решили попробовать кухню швейцарии. Для этой кухни характерна обилие сыра, кисломолочных продуктов, а также мяса с различными приправами. Наш сет весит килограмм 700. Он рассчитан на двоих, и поэтому сегодня со мной по традиции наш оператор Илоночка. Всем привет! Охотничьими колбасками, а также цукский вишневый торт. Сейчас будем все пробовать. С чего начнем? Начнем с того, что нам первое принесли. С поленты. Запомнила? Да, запомнила. Выглядит симпатично. Здесь не просто полента, она под говяжьим соусом. Вижу тут колбаски. Какие-то похожи на охотничьи. Грибы и помидорки черри. Пробуем? Я пока не понимаю. Невкусно? Нет. Ну, вообще неплохо. Мне, кстати, нравится. Попробуй соусом. Соус вкусный. Соус вкусный, да. Говяжий соус действительно вкусный. Прям вообще бомба. И грибочки. Здесь грибочки. Я обожаю грибы. Грибы тоже вкусные. Сама полента, она так себе, но вот вместе с этим соусом говяжьим, с колбасками, с грибами вкусно. Мне понравилось вместе все это. Дальше мы будем пробовать швейцарский картофель с беконом и плавленым сыром. Также к нему идет мясо. Кстати, мясо на сене. Если честно, я не знаю, насколько так можно делать. Выглядит красиво. Она должна быть с ароматом сена и шнапса, по-моему. Сейчас будем все это пробовать. Я вообще не почувствовала вкуса сыра. А я наоборот. А, подожди, плавлено? Да. Вот плавленый сыр. Да. Я прям отчетливо почувствовала плавленый сыр. Я не знаю, я чувствую картошку. Ну, обычная картошка, серьезно. Просто... Ну, картошка, да, ничего. Просто, да, картошка и картошка. Обычные зелененькие, вкусненькие салатики. Хочу попробовать мясо. Салай мясо, да. Илона сказала, что оно очень вкусно пахнет. Да, вкусно пахнет. Вот я сейчас проживала, и внутри у меня вот тут в горле остренькое немножко. Я обожаю острое, поэтому для меня сейчас это идеально. Что ты там острое мочешь? Где не было? Нет, где острое? У меня прям вот тут. Видимо, у нас с Илоном очень разные вкусовые рецепторы. Мясо вкусное, серьезно. Хотя, когда я на него посмотрела первый раз, я была уверена, что ничего хорошего из этого не выйдет. Но мне понравилось мясо. Следующее, что мы попробуем, это пицца с сырами и беконом. Не уточняется, какими сырами. В общем, будем пробовать. Знаете, вот этот вот привкус углей. Как будто она немножко горелая. Но она не горелая. Вот просто привкус такой, да. Ну, пицца набрала. Вкусно. Вкусно, очень, кстати, вкусно. Мне нравится. Сыра много, да. У нас остался десерт. Это цукский вишневый торт. Здесь два кусочка. Сейчас будем пробовать. Выглядит красиво. Такая розовая начинка. Сам торт, он сладкий. А вот именно вот это вишневое... Как это назвать? Вишневый соус. Он кислый. Он такой кисло-сладкий. Ну, неплохо. Ну, неплохо, да. Но я не скажу, что это супер вкусно. Не вау. Но мне еще этот торт почему-то киевский, почему-то чем-то напомнил. Потому что здесь какой-то крем. Внизу. Крем такой необычный. И вот эта вот прослойка из бисквита. Печенька типа. Ну, типа, да. Печенька напомнила вкус. В общем, для нас, для двоих девочек, сет оказался слишком большим. Это плюс, на самом деле. Мы не осенью его весь съесть. Но сет я ставлю плюс. Еды действительно много. Отличие от фотографии сета, конечно, есть. Но главное, что это вкусно. И здесь было вкусно действительно. Мне, наверное, больше всего понравилась... Я даже не знаю. Наверное, пицца? Да. Да. Пицца мне больше всего понравилась. А меньше всего понравилась мне полента. Да. Вот. Торт тоже неплохой был. Ну, сладко как салат. Ну, и картошка, собственно, как картошка. Я бы поставила, наверное, 8. 8. Ура, мы зашли с его ценным. Приходите на гастрофест и пробуйте блюда разных стран мира. Кстати, самый большой сет в этот раз весит более 2 килограммов. Ну, а с вами были Минск Новости. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok